Возможность репрессивной машины. Вы знаете, например, с момента, когда человека привлекли к административной ответственности одного из родителей, это причина, чтобы начать социальное расследование в отношении всей семьи. То есть собрать на нее характеристику, прийти домой, посмотреть условия жизни, открыть холодильник, посмотреть, что есть в этом холодильнике, открыть шкафы и так далее. Все зависит от того, какие условия проживания у ребенка. Вот вы некоторых перечисляли, одна из них, Инна Чижонок, это моя подзащитная. И еще несколько, о которых вы рассказывали тоже. Ну, то есть мы сталкивались с тем, чтобы приходилось бороться с органами опеки и попечительства. Вот пример есть, помните, был такой концерт «Разбитое сердце пацана» в Смолевичах? И там задержали детей и родителей, в том числе. И некоторых родителей пытались привлечь к ответственности административной за ненадлежащее воспитание детей. Это был целый квест, скажем так, отбиться от этих подозрений, скажем так, в совершении административного правонарушения. Но страшно другое, на самом деле, в этих изменениях, которые были в декабре прошлого года, в том, что раньше нужно было быть привлеченным к ответственности, а теперь достаточно того, что тебя попытались привлечь к ответственности, но прекратили за незначительностью и так далее и тому подобного. Этого факта достаточно для того, чтобы пошла дальше машина работать по поводу социально опасного положения. То есть сейчас становится все хуже и хуже, но в то же время, вот, не работа, скажем так, отсутствие работы в течение трех месяцев. Я думаю, что вполне себе можно, если очень сдаться желаниям, то можно, ну, как-то, не знаю, преодолеть. В том числе, не знаю, открыть свое юридическое лицо для того, чтобы у тебя была какая-нибудь работа, если уж прям так стоит вопрос. Если бы я выбирала как защитник, как защищаться от этого, то я бы придумала, я думаю. Это не так страшно, как административное правонарушение. — Ну, смотрите, Мария, то есть если я правильно понимаю, то вы сами с этого начали. Не так уж и просто поставить на соп, да? То есть когда тебе угрожают этим, то я не знаю, конечно, я как бы сейчас на свободе, в свободной стране живу, я уже совершенно отбился, так сказать, от реальности той, но может ли человек сказать, ну, ставьте, давайте, вперед. У него полный холодильник, у него работа, у него все, вот он был привлечен по 23-34, например, когда-то. И они говорят, ну, сейчас мы тебя поставим, малого твоего, на соп. Может человек сказать сегодня в Беларуси, ну, давай, вперед? Или себе дороже? — Нет, он, конечно, может. Может. Я тут вспомнила, что, я думаю, что смотрит этот эфир моя ближайшая подруга, ее привлекали к ответственности по 23-34, Юля, привет, как там в Тбилиси. Вот, их пытались поставить на соп, точнее, угрожали этим сопом, ходили. И на самом деле, понимаете, тут как бы с одной стороны можно сказать, да, ставь на соп, но это же суперстресс для семьи. — Насколько они пойдут, если они видят, что в семье все окей, ну, по-хорошему, да, де-факто, насколько они пойдут до конца, и чтобы вот тиснуть именно, давить сопом? — Я думаю, что, возможно, зависит от цели, потому что, ну, я бы так сказала, что в каждом конкретном районе нет общей практики, каждый конкретный район — это отдельная практика, потому что я могу сказать, что там в Минске она более такая жесткая, в районах она более мягкая, и договориться с… ну, как бы, чаще всего в маленьких городах, вы же понимаете, что это люди, которые ходят вместе в магазин там и так далее, они друг друга знают, и они говорят, слушай, мы к тебе, наверное, придем, ты, пожалуйста, там будь готов, условно говоря. — Ну, наверное. Вот. Ну, то есть, сложно сказать, и я думаю, что если ты в себе, то не стоит говорить, что да, ставьте, пожалуйста, на соп. Ну, то есть, я бы так не советовала делать, это точно. Но в то же время, если вдруг вы понимаете, что вам может угрожать какая-то опасность, например, за какую-то предыдущую деятельность или что-то в этом роде, то стоит подумать о том, что в случае, если вас заберут, кто будет с детьми, потому что… — Может быть, заранее оформить какие-то там бумажки, да, на всякий случай? — Заранее практически невозможно это сделать, но нужно найти человека, который является там близким, родственником, попадает по возрасту, чтобы это не было большой, то есть, не 80-летняя бабушка, понимаете, то есть, ей просто не дадут временную опеку. — И чтобы это не было шоком для всех, найти заранее такого человека, договориться. — Да, конечно. Потому что жизнь, она такая, знаете, это как… Кажется, что это касается только СОПа, а на самом деле это может касаться каждого человека, у которого есть дети, вот, просто нужно всегда об этом думать. Я вот, например, знаю, что в случае чего, даже находясь в демократической стране, вопрос не посадить, а вдруг я помру. — Ну, понятно. — Кто сможет за моими детьми посмотреть? Это же точно так же, в принципе, и выглядит. Но на самом деле можно спросить еще у тех, кто сталкивался с вот этими органами опеки. Есть прям супернеприятные люди, которые говорят неприятные вещи, что ваши родители преступники. — Вот, вот, мы говорили, приводили в пример социального педагога и психолога. Это вот, это первая ступенька, да, это первые люди, если речь идет о СОП, то это первые люди, с которыми сталкивается семья. Вот соцпеды вот эти все, да, психологи, это самое первое. И, а что это за люди? Это просто какие-то государства? Они где работают? — Чаще всего это, я бы сказала, что это разного возраста. Сотрудники, которые работают в школе, чаще всего, если это ребенок, либо в детском саду, либо в отделе образования, они совершенно разного возраста могут быть, как молодые специалисты, так и женщины в возрасте. — Моего возраста. — В репенсионном возрасте. — Любого возраста. Твоего возраста, не знаю. Такого возраста тоже может быть. Но чаще всего, если начинаются такие штуки, что твой родитель преступник и так далее, я бы принимала активную позицию. Но, ну, то есть нажаловалась бы на такого работника. Но, если мы находимся в условиях концлагеря, то, наверное, лучше, конечно, подойти к этому соцработнику и сказать, что, пожалуйста, перестаньте так разговаривать с моим ребенком. Ну, то есть попытаться это каким-то образом, ну, войти в диалог. Вот. Потому что, прежде всего, ну, то есть жалоб лучше ребенку не станет, если ты продолжаешь жить в Беларуси. Нужно какое-то комфортное условие создать при тех имеющихся обстоятельствах для ребенка. — Как чем учись? — Учись, иди с диалогом, к надзирателю с диалогом, да. — Слушайте, моим детям тоже говорили, что там Светлана Тихановская хочет продать Витебскую область, понимаете, в школе учительница. Вот. И учитель просто их, да. Ну, я просто думаю, каким образом и кому, главный вопрос. Вот. Можно не за дорого купить? Я бы купила и себе бы сделала свое государство. Честное слово. Вот. Но, как бы, и точно такая же история про то, кто твои родители и так далее. То есть это, ну, люди чувствуют власть только над детьми. Вот. Ответ. Почему так делают социальные работы? — Вот просто вопрос еще раз, да, чтобы, так сказать, подытожить. Получается, замкнутый круг. Мы начинали с того, что расширили причины постановки критерий, да, по которым можно поставить на СОП. И вот, например, родитель проходил по 23-34. Естественно, его сейчас никто не хочет брать на работу. Ну, где-то как-то перебивается что-то. Но на работу не берут. Никто. Нигде. Никак. Проходит три месяца. Тяжелое положение в семье. Ну, тяжело жить человеку. И приходят ребята ставить на СОП. Вот замкнутый круг, получается? Что делать? Вы сказали, фирму какую-то открыть? Ну, как, не откроешь ты фирму с... Ну, смотрите, есть... Во-первых, должен быть единственный родитель, чтобы поставить на СОП, если он один. То есть, если родители два и один не работают, второй работает, то никого не поставят. То есть, там... Тоже нет, почему? 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 Отсутствие работы обоих родителей или одного из родителей в течение трех месяцев? Это... Который один воспитывает. Если вы посчитаете постановление, то есть, если ребенок... Если ребенка воспитывает один родитель, то тогда да. А, если в семье двое, папа и мама, и папа не работает, а мама работает, то никто не будет лезть в это, поэтому... Не поставят, нет. А, ну все, тогда вы разъясните. Ну, это решение вопроса, с одной стороны, но у нас есть разные случаи. Ну, смотрите, я могу только посоветовать, поискать... Вообще, я все время призываю, если вы не видели, фильм вот вышел у честных людей про фабрику несвободы, и там как раз про тех, кто содержался в тюрьмах и так далее. И самый основной призыв, он касается не только, на самом деле, тех, кто по уголовным делам, но и по административным делам. Это ресоциализация, то есть надо людям дать возможность работать. Если вы хотите помочь в Беларуси тем, кто пострадал, единственный возможный законный способ – это брать их на работу. Ну, то есть возьмите на работу этих людей, все. Для этого не нужно сильно публичиться, собирать деньги, донаты и так далее. Это просто брать на работу людей, которые... Это вы сейчас обращаетесь к частным предприятиям каким-то или как? Да, да. А к государственным же нет. А им-то не страшно, частным типа лишь-то? Вы знаете, я вам так скажу, что там хотя бы есть свобода хоть небольшая на усмотрение, кого ты можешь взять, а в государственных нет. Ну, вдруг посмотрят какой-нибудь, одного труда устроят, и ребенка не заберут, и не поставят в социально опасное положение, и не заберут, и не это. Вот представляете, какая эффективность будет в вашей передаче. Ты понимаешь, есть же, я так понимаю, негласная рекомендация не брать на КОС. Ну, конечно. А на частные же, по-моему, такого пока нет, негласного распоряжения. Ну, вы знаете, они приходят и говорят, увольте и того-то, и того-то. Тут все, да, на пальцах все, вернее, на полях все решается. Конечно, поэтому, если есть возможность помочь чем-то, то лучше помогать тем, кто пострадал так или иначе, там, не знаю, привлекался к ответственности. Потому что, если там реально есть дети, то есть это потенциально, реально потенциальная постановка в СОП, а следующий этап, вы же понимаете, что это значит. А я хочу такой опрос, просто интересно, может, мы тут, может, действительно, как вы говорите, ну, чего это, меня-то не касается. Давайте, друзья мои, вот новый опрос сделаем, обращаясь я к режиссеру. Сталкивались ли вы с случаями постановки на, вот, СОПа? Потому что некоторые в комментариях... Сами или слышали? Вот сейчас, подожди. Некоторые в комментариях пишут, что такое СОП. Сталкивались ли вы с СОПом? Давайте так. Да, лично. Да, мои знакомые, там, да, сталкивались знакомые. Ну, слушай, а тут знакомые какие? Может быть, которые там в казино деньги тратили? Вот вчера новость была, семья с четырех детей, мамка с папкой, за детьми не смотрели? Ну, СОП. Такие, может быть, может быть, действительный какой-то СОП. Тут, понимаешь, очень... Так неважно, а хотя бы даже... А есть темы... Пусть действительный, пусть действительный, просто интересна статистика. И нет, не сталкивался. Вот интересно. Я думаю, что нет, не сталкивался, будет процентов 95. Но давайте посмотрим. Ну, тоже сталкивался, вот, новости читали там. Нет, но я имею в виду в жизни, когда действительно дело вот заходит... То есть, когда кто-то из знакомых? Да, 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 об этом есть. Заслуженно ли? Когда лично или когда кто-то из знакомых? Нет, это будет вариант. Да, лично. Да, знаю людей, которые сталкивались. Нет, не знаю. Нет, не сталкивался. Вот три варианта. Просто давайте такое сделаем. Интересно, что наши дорогие зрители проголосуют. Ну, давай. За что? Я ставлю, что, да, там 95% будет, за вариант не сталкивался. Мне так кажется. Это, понимаете, как любопытно. Вы уж простите, Мария, что мы тут в прямом эфире рассуждаем, но помнишь, недавно мы с тобой разговаривали на тему, кого беспокоит ситуация на белорусско-литовской, белорусско-польской границах? Ну, какой-то ничтожный процент населения. Ну, ничтожный. Кого беспокоит постановка на СОП? Ничтожнейший процент населения. Кого беспокоит, например, судьба Марии Колесниковой? Ну, какой-то. То есть, что ни возьми, все какой-то ничтожный процент населения. И ты не можешь сказать, что беспокоит всех белорусов действительно здесь сейчас. То есть, мы знаем, что беспокоит, но оно, сука, живо и шевелится до сих пор. Все. И из этих вот лоскуточков Так умело построен Севой построен режим, что Вот там нагадить Там подрезать, тут подсадить Тут еще что-то И вот из этих лоскуточков он соткал Этот свой замечательный тоталитарный Замечательное тоталитарное одеялище Да? Это вообще мировая ситуация Разделяй и влапствуй называется Да, но только дело в том, что когда ты Большой кусок отрежешь От одеяла, давайте так скажем То это сильно заметно А когда ты берешь в какой-то части Населения, сначала разрешил Там, не знаю В населенных пунктах Под льготы Привозить всякие, транспорт и так далее Потом забрал Потом дал кому-то какие-то льготы Забрал, там еще что-то Ну то есть это же такая штука Мы играем в Точнее он играет А мы, наверное, в этом участвуем Вот Взяли и забрали И потом, я не удивлюсь, если потом назад вернут возможность Менять паспорта в этом В консульствах В консульствах, да А потом назад заберут Ну почему бы и нет Могу, заберу Могу, даю Вот покажу Вот и все То есть точно так же, кстати, это абсолютно Точно так же работает с детьми Что самое страшное Потому что это социально опасное положение Честно говоря, как по мне Ребята Это самое страшное За что можно там зацепиться Это вот, когда это касается детей Это пример, вот, например Там, семья Лосиков У которых ребенок Под опекой родителей Даши Лосик Вот Это супер страшно Такое смотреть, слушать А вот вы говорите Это самое страшное Вы были защитницей Инны Чижонок Собрались некие люди Собрались некие люди Помыться Вот Люди одной семьи Или какие-то там Разные люди Ну, просто собрались То-то не в частном доме Не своя баня Это просто какая-то там Да, это частный дом Да, это частный дом Который сдает баню Знаете, это за деньги А, вот Что вы не слышали Про дело банщиков Вы что? Не, я уже там Потерялся где-то там После года Да, ну вот Банщики Их задержали Их достаточно много было Среди них были И люди, которые Там по уголовному делу проходили И там было много всяких штук Короче Ну, не за это уголовное дело Ну, просто Вот Ну, и привлекали К административной ответственности Соответственно А СОПОМ как там Она не рассказывала вам Подробностей Так сказать Общения с представителями Те, кто мог бы поставить на учет Вы знаете Я уже, честно говоря Не помню Но я помню Что Эта угроза была Ну, то есть Потому что Если ты Хоть немножко Активен Ну, какая-то Гражданская позиция У тебя Более-менее активная То на тебя Сразу начинает Наезжать СОП Особенно Если это Приемный ребенок Есть случаи Если вы слышали То Например В Беларуси Была большая Семья У которой было Много приемных детей И в связи с тем Что маму осудили К ограничениям свободы Без направления То есть К домашней химии Забрали всех детей Которые приемные Опять в приют Либо в другие приемные семьи То есть Что касается Инны То Насколько У нее Все закончилось Хорошо По-моему Ну и слава Был В конце Разговора Начали бы прерываться Жестко Да Ну мы в принципе Уже заканчиваем Я только хотел озвучить Результаты опроса Да Проголосовало Почти 200 человек Фантастика Я не ожидал Такого результата Сталкивались ли вы Со случаями постановки в СОП 12% Да Лично Ребят Вы не врете Вот правда 12% Тех Кто нас сейчас смотрит Сталкивались Офигеть Да Знакомые сталкивались 26% То есть Итого 38 Вот сейчас уже 11 Знакомые сталкивались Я тут тоже проголосовала Потому что я Видела неблагополучные семьи Которые Вот да Все равно смотри 29 уже Вот они действительно Неблагополучные Действительно Неблагополучные 40% Наших зрителей Так или иначе В том или ином виде Сталкивались с этой С этой Слушай Оно не обязательно Мракобиси С этим ужасом С этим ужасом Да Есть ужас Есть да Ну пусть так Вот 51% нет Не доводилось Все-таки абсолютное большинство Ну и 9% Типа А что такое СОП Э Э Что это за три буквы такие Да Ну такая история Не удивило 40% Мария Не Не удивило Да Нет Нет Ладно Так или иначе Да вы жили в счастливом Счастливая жизнь Ваша была в Беларуси Вы не сталкивались А я да Ну Да Вам по профессии положено Спасибо за разговор Тримайтесь До новых встреч Спасибо Взаимно Всего хорошего Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому